Здравствуйте, меня зовут Сергей Пугачев, и я являюсь консультантом по техническим решениям компании Google. В этой видео-лекции я расскажу вам про такие важные элементы разработки Android-приложений, как Fragment Framework. Почему фрагменты важны для разработчиков Android-приложений? Да по одной простой причине — они используются почти во всех приложениях. И если вы хотите сделать нормальный интерфейс, который адаптируется и для телефонов, и для планшетов, то без использования Fragment Framework вам просто не обойтись. Кроме того, я расскажу про Android Support Library. Это такая штука, которая позволяет вам использовать более новые возможности на более старых телефонах. К сожалению, люди не обновляют телефоны каждые полгода на новые флагманы. Я даже не знаю, почему. Поэтому достаточно много устройств работают на предыдущих версиях операционной системы Android. И вот Android Support Library позволяет использовать новые возможности, но делать так, чтобы приложения запускались и на старых телефонах. Например, вы делаете ваше приложение в стиле Material Design для пятой версии Android, оно выглядит прекрасно, но вы хотите, чтобы это же приложение работало и выглядело похожим образом на Android версии 2 что-нибудь. Тут нам приходит на помощь Support Library, которая это и позволяет сделать. Также важный момент. Android Support Library содержит много возможностей, мы их не будем рассматривать все. Но вот, например, если мы говорим про фрагменты, они появились в Android версии 3, которая сейчас, наверное, нигде не встречается. И вот, если мы берем Android Support Library, то мы можем использовать фрагменты на Android 2 и практически никакой разницы в API не будет. Надо будет сделать только несколько действий. Поэтому Android Support Library содержит множество возможностей, про все из которых мы не будем говорить, позволяющие, действительно, чтобы ваше приложение работало на всем спектре имеющихся Android устройств. Итак, давайте начнем сначала, а именно с первой темы, которая называется «Фрагменты». Что такое фрагменты? Представьте, что у вас есть приложение Activity, какой-то показывается пользовательский интерфейс, и вы хотите часть этого интерфейса дублировать в другой активности Activity. Как лучше назвать? Не знаю. Activity будем называть. И вы копируете XML, копируете код, и, соответственно, у вас получилось дублирование одно и то же. Есть в приложении 1, 2, 3, 4 или больше раза, в зависимости от того, как часто вам надо использовать эти возможности. И тут на помощь приходят фрагменты. Фрагменты — это, по сути говоря, такие изолированные блоки разметки кода, которые можно вставить в активности и которые будут работать так, как вам нужно. Фрагменты имеют все те же самые возможности, что имеют и активности, поэтому специально что-то делать для того, чтобы ваш текущий интерфейс работал во фрагменте, не нужно. Нужно просто создать класс фрагмента, и дальше все будет просто работать. Когда это нужно еще? Ну, кроме того, когда вы хотите вынести какой-то переиспользуемый участок интерфейса в отдельный фрагмент, часто бывает, что ваш интерфейс, да не просто часто, а всегда бывает, что ваш интерфейс на таблете, на планшете и на телефоне радикально отличается по компоновке, но не отличается по составу. Например, вы видите на слайде, что у нас есть таблет, планшет, и в нем есть три участка интерфейса — A, B и C. При этом слева A, справа B, а под ними C. Но на телефоне места меньше, поэтому вы хотите, чтобы на телефоне участок интерфейса A и B были прокручиваемы между ними, а участок C находился внизу. Как это сделать? Ну, то, чтобы одно приложение поддерживало и такой интерфейс, и другой, легче всего вот эти повторяющиеся участки интерфейса вынести в фрагменты, а уже в зависимости от того, это телефон или планшет, как-то эти фрагменты группировать нужным образом, чтобы это выглядело красиво. Ну и типичнейший пример использования фрагментов. Допустим, у нас есть активность A и активность B. В активности A есть список, лист какой-то, там чего угодно. Даже возьмем то же самое приложение, ну, не знаю, Twitter какой-нибудь. И у нас есть список твитов. При нажатии на твит мы переходим в Activity B, где уже отображаются детали выбранных элементов списка, ну, например, вот этого твита. Вот, это прекрасная схема для телефона. На планшете места больше, поэтому у нас слева обычно идет список, а справа при нажатии на элемент списка отображаются детали выбранного элемента. И это все используется, для отображения всего этого используется один экран. Что делать? Мы выносим то, что отображается в активности A и то, что отображается в активности B, в фрагменты. И если это телефон, у нас есть две активности, в каждую из которых вставлен один или другой фрагмент, а если это у нас планшет, то мы все это, оба фрагмента, отображаем в одной активности. Таким образом, с минимальными затратами усилий мы можем добиться того, чтобы приложение хорошо выглядело и на планшете, и на телефоне. А затраты усилий действительно минимальные. Давайте посмотрим работу с фрагментами на практическом примере. Для этого я открою Android Studio, и мы создадим простое приложение, которое будет называться Незатейливо My Simple App. Итак, создаем приложение, которое будет называться My Simple App. Для него будет установлена минимальная версия API 21. Это Android 5.0. В принципе, сейчас это значение не имеет, потому что фрагменты, как я уже говорил, поддерживаются с третьей версии Android. А если вам нужно использовать более ранние версии, то используйте Android Support Library. Итак, я создаю новое приложение с пустой активностью Blank Activity, и на эту активность мы добавим следующие элементы управления, следующие виджеты. А именно, единственным виджетом будет кнопка. Итак, у нас будет две активности. Как в том примере на слайдах. На первой активности будет находиться кнопка, по нажатию на которой будет осуществляться переход на вторую активность. Давайте так и сделаем. Итак, приложение создается. Сейчас я все закрою. У нас в приложении есть ActivityMain. Далее у нас есть MainActivity.java с Java кодом для этой активности. В MainActivity была у нас XML-разметка, так как вы уже знаете из предыдущих лекций. И теперь я создам вторую активность, на которую будет осуществляться переход. Итак, я использую шаблон Activity, Blank Activity, это будет пустая активность. Мы создаем вторую активность, и будет она называться, опять же, незатейливо, SecondActivity, если вам сейчас видно. Итак, создаем вторую активность. У нас создался Java-класс SecondActivity.java, и у нас создался файл ActivitySecond.xml. Давайте во второй активности мы поменяем текст с HelloWorld на вторая активность. И далее мы изменим цвет фона на красный. Android, Color, какой-нибудь цвет, допустим, а нет, HollowRedDark. Итак, вот у нас есть вторая активность. На то, как она выглядит, вы можете посмотреть в визуальном дизайнере. Теперь нам надо добавить на первую активность кнопку. Итак, добавляем кнопку, которая будет в WrapContent, которая будет равняться размеру содержания текста, который есть. Теперь зададим текст для кнопки, перейти куда-нибудь, задаем текст, есть кнопка. Давайте разместим эту кнопку под... У нас же ведь есть RelativeLayout, вы уже знаете про layout, и в том числе RelativeLayout. Мы можем здесь использовать все, что угодно, но так как не хочется заморачиваться, мы просто в RelativeLayout разместим кнопку под текстовым view, которому предварительно дадим имя. txtMain. Итак, Layout, Layout, сейчас, LayoutBelow, txtMain. Мы создали кнопку, которая будет находиться под надписью Hello World. Теперь для этой кнопки надо добавить обработчик события нажатия. Android Studio нам сейчас поможет сгенерировать метод btnClick. Мы назовем этот метод btnClick, и Android Studio нам сейчас поможет сгенерировать код в Java. Итак, вот у нас Java файл. Android Studio сгенерировала btnClick метод. И теперь, соответственно, мы можем делать следующее. Нам нужно создать intent, newIntent, и мы переходим от этой активности в secondActivity.class. Мы переходим к secondActivity. И теперь надо нам сделать следующее. Всегда, да, сейчас, как называется, вызвать метод startActivity с этим intentом. Все, мы сделали все, что нам нужно. Давайте запустим приложение и посмотрим, как это выглядит. Так, сейчас запустится эмулятор Android, эмулятор Android. Я выбираю, да, уже запущен эмулятор с API версии 21. Запускается эмулятор. Так, где у нас он есть? Вот наш эмулятор. Вот наше простое приложение. Перейти куда-нибудь. Мы нажимаем на кнопочку, и мы переходим на вторую активность. Что-то эмулятор не очень реагирует на мое нажатие кнопок. Давайте. Да. Возможно, это связано с разрешением экрана. Ну ладно. Давайте еще раз посмотрим. Так, а это не то приложение. Давайте еще раз запустим приложение и посмотрим, как это выглядит. Используем запущенный эмулятор. Что мы теперь сделаем? Это приложение хорошо работает на телефоне. Вот, перейти куда-нибудь, вторая активность, возвращаемся обратно. Но что будет, если приложение запустим на планшете? Можем запустить приложение на планшете. И мы видим, что у нас вот слева тот интерфейс, где, наверное, в будущем будет какой-то список элементов, он занимает часть экрана. И справа, в принципе, неплохо было бы разместить все остальное, именно то, куда мы переходим. Давайте это сделаем. Ну, во-первых, я бы вынес наш интерфейс... Давайте закроем все вкладки в Android Studio. Я бы вынес наш интерфейс во фрагменты. Ну, давайте это сделаем. Я создаю новый фрагмент, пустой. Можно уже делать фрагмент на основе списка, но мы сейчас это делать не будем. Я создаю новый пустой фрагмент. Первый фрагмент я называю first. Так. Окей. У нас создался класс фрагмента, который расширяет фрагмент. Здесь у нас есть что-то из... Здесь у нас есть что-то уже сделанное. В принципе, ничего кроме конструктора пустого нам здесь и не надо. Но, тем не менее, да, здесь уже очень много всего. Давайте я все это удалю, и мы создадим все это заново, чтобы было вам более понятно. Что нам здесь нужно реально? Реально в этом фрагменте нам нужен публичный конструктор без параметров. И дальше нам нужно переопределить метод onCreate. onCreateView. onCreate, да, onCreate. Как мы переопределяем onCreate? Ну, в onCreate нам нужно вернуть, собственно, view, то, что будет показываться на экране. Итак, view. onCreateView, нет, а, все-таки мы onCreateView, да. onCreateView переопределяем, естественно, потому что нам надо вернуть view. И нам нужно вернуть то, что будет показываться на экране. view, view, равняется inflator. Нам передается объект inflator, который поможет нам создать этот view. и, соответственно, inflator.inflate, и дальше нам надо передать id layout.fragment first. И дальше нам нужно передать фрагмент, контейнер, и указать, а touch.root или нет, это сейчас не имеет значения, я верну false. соответственно, мы возвращаем view, и больше ничего для базового кода фрагмента делать не нужно. В методе он create view, нам передается inflator, и то место, куда будет наше view вставляться. Ну, и кое-что еще, сейчас это для нас не очень важно, но в будущем, естественно, надо будет проверять instance state. мы создаем view и возвращаем его. Переходим к фрагменту, переходим в, переходим наш в фрагмент first, и, в принципе, здесь можно из главной активности скопировать тот layout, который у нас есть. мы копируем layout, я не буду указывать, что это mainactivity, у нас здесь есть text-web, у нас здесь есть text-view и кнопка. Так как фрагменты могут делать все то же самое, что и активности, то, в принципе, менять больше ничего не надо. Обработчик события мы сейчас не будем делать, потому что это выходит за рамки данного примера. то есть кнопка сейчас будет неактивна сначала. Итак, у нас есть теперь фрагмент, и у нас есть главная активность. Давайте сделаем ее пустой. В этой главной активности теперь нам надо разместить только что вновь созданный фрагмент. Итак, мы размещаем фрагмент, который будет в rapcontent, в rapcontent. Дальше. Во фрагменте нам надо указать его id. Он будет иметь id first fragment. Итак, мы id указали. После этого нам надо указать, соответственно, имя того класса, который будет использоваться. Нам дается подсказка, это first fragment. И после этого, чтобы ничего не забыть, нам надо указать тот XML файл, который мы будем использовать. Итак, это tools. Tools layout. У нас tools здесь подключен. Да, подключен. Tools layout равняется layout. И как называется наш фрагмент? Фрагмент first. Фрагмент first. Все. Мы сделали все, что нужно. Теперь можем запустить приложение и проверить, что оно работает точно так же. Ну, естественно, кнопка нажиматься сейчас не будет. Перейдем в эмулятор. Посмотрим. Я сейчас его переверну. Кнопка не работает. Да, давайте вернем функциональность кнопки. У нас в нашем главной активности у нас была кнопка. У нас был обработчик нажатия. Я его перенесу в first fragment. Обработчик нажатия перенесли. Соответственно... Так... 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 А что не так? Ладно, давайте сейчас это не будем делать, а продолжим выполнение. Итак, у нас есть приложение. Оно запущено в эмуляторе. Теперь нам надо вынести в второй фрагмент то, что у нас будет... То, что у нас есть на второй странице. Итак, выносим то, что есть на второй странице в отдельный фрагмент. И я создаю новый фрагмент, который будет тоже пустым, и назову его second фрагмент. Итак, second фрагмент. Я, соответственно, скопирую код из первого фрагмента. Скопируем полностью. Second фрагмент. Копируем код, потому что, да, здесь у нас создалось много кода. Надо поменять название класса. Second фрагмент. Поменяли название класса. Поменяли название XML файла, которую мы еще не создали. Давайте создадим фрагмент... А, нет, он уже есть. Да, естественно, уже создали. Фрагмент second. И скопируем из второй активности то, что у нас было в во второй фрагмент. Это сделать просто. Мы, да, укажем, уберем контекст, но больше ничего менять не будем. И теперь давайте на нашей странице мы в главной активности вставим не только первый, но и второй фрагмент. Итак, second фрагмент second фрагмент, second фрагмент, все вставили. Давайте это расположим не в relative layout, а в linear layout, чтобы они находились один за другим. И зададим у них одинаковый вес единица в вес, чтобы они занимали примерно одно и то же пространство на экране. Запустим приложение, посмотрим, как это выглядит. Открывается эмулятор, и мы видим, что у нас слева находится первый фрагмент, а справа находится второй фрагмент. Как сделать так, чтобы, если у нас режим портретный, отображался только первый фрагмент, а чтобы сделать так, когда у нас режим ландшафтный, отображались оба. Но это соответствует планшетному режиму, ну и вообще это можно поддерживать. Это сделать просто. Давайте создадим для activity main вариант интерфейса для ландшафтного режима. Что для этого нужно? Я создам новый что для этого нужно? Я можно пойти двумя путями. Можно создать это все в таком представлении Android, или можно создать это все в представлении, когда мы видим наш проект целиком. Эти представления будут серьезно отличаться, и я сейчас покажу, чем. Я выберу представление Android, и давайте я создам новый ресурсный файл. Итак, наш новый ресурсный файл, давайте я приближу, будет называться так же, как и наша главная активность, это activity смы. Так, сейчас да, XML было создать файл, package файл, сейчас, одну секунду, нам нужно layout-resource-файл, надо создать layout-resource-файл, и этот layout-resource-файл будет иметь такое же название, как и наш activity-main, activity-main.xml, но он будет отличаться тем, что мы выберем параметр, а именно orientation, и мы его создадим для ландшафтной ориентации, это самый важный момент. Обратите внимание, у нас есть теперь activity-main.xml, который будет создан для ландшафтной ориентации в папке layout-land. создаем и мы видим, что теперь у нас есть в папке layout activity-main.xml и в скобочках написано два. У нас есть два варианта для обычной ориентации и для ландшафтной. Как это все выглядит, если мы перейдем в project? На самом деле для ландшафтной ориентации создается еще одна папка, которая называется layout-land и там находится activity-main.xml, а вот обычно activity-main находится в папке layout. Но если мы смотрим на вариант Android Project, то у нас видно, что здесь есть просто два файла внутри одного как бы. Ну что, давайте сделаем следующее. Если у нас будет скопируем, чтобы сейчас были они одинаковые, ландшафтная, если у нас будет ориентация портретная, то мы оставим только первый фрагмент. Мы оставим только первый фрагмент. Вот у нас есть только первый фрагмент. Если уже у нас будет ориентация ландшафтная, то у нас будут два фрагмента на странице. Давайте запустим приложение и посмотрим на то, как это выглядит в том же самом эмуляторе. Итак, вот у нас приложение. Оно находится сейчас в портретной ориентации. Мы переходим в ландшафтную. И видим, что теперь есть два фрагмента. Переходим обратно в портретную ориентацию. И у нас остается один фрагмент. Таким образом, мы подстроились под размер экрана. Мы подстроились под то, что... Мы, собственно, подстроились под ориентацию и показываем разный поиск интерфейса. Теперь вы можете сделать так, чтобы у вас в ландшафтном режиме слева будет список, справа элемент выбранный из списка, а в портретном режиме после выбора элемента будет переходить на другую страницу. Теперь важный вопрос. Вот мы сделали так два фрагмента. Можно ли использовать на странице еще что-либо, кроме фрагментов? Ну да, конечно, можно. Никто это не запрещает. Мы можем точно так же добавить еще что-нибудь, например, обычную кнопку, обычную кнопку, которая будет говорить какой-то текст. Так и напишем. Какой-то текст. И у нас теперь будет фрагмент, и обычный элемент управления никак с фрагментом не связанный. Запустим приложение, посмотрим, как это выглядит. Вы видите, есть кнопка, есть наш фрагмент. Переходим в ландшафтный режим. И в ландшафтном режиме этой кнопки нет. Соответственно, у нас есть только два фрагмента. Таким образом, мы можем легко подстраиваться под тот тип устройства и тот экран, который у нас есть. Теперь давайте посмотрим на то, как же мы можем фрагменты загрузить программно. Ну, не хочется нам вот сразу определять то, какие фрагменты будут на странице. Мы хотим сделать так, чтобы фрагмент можно было загрузить в зависимости от какой-то программной логики. Ну, как это сделать? Вот у нас есть наш левый фрагмент, куда загружается первый фрагмент, первый он же левый фрагмент, куда загружается first фрагмент. Давайте я сейчас удалю эту загрузку. Не будем это делать. Секундочку. Итак, удаляем. Давайте это сделаем. Удалим и из... Нет, давайте удалим только из портретного режима. И давайте вот по нажатию на вот это кнопки с текстом какой-то текст, мы будем загружать фрагмент. Как это сделать? Или даже еще лучше, я вот сейчас подумал, что можно изменить. Давайте first фрагмент по нажатию на кнопки заменим на какой-нибудь другой. Итак, он клик. Кнопка, обработчик события будет называться change fragment. Давайте добавим обработчик данного события. И по нажатию на эту кнопку мы будем загружать вместо первого фрагмента второй. Посмотрим, как это работает. У нас есть тег фрагмент с названием second fragment. Фрагмент нам нужно сделать следующее. Ну, во-первых... Нет, я открыл теганшафтный. У нас есть фрагмент с названием first fragment, и мы туда хотим грузить second фрагмент. Ну, во-первых, нам надо этот second фрагмент создать. В этом случае полезен конструктор без параметров. Дальше нам нужно получить менеджер фрагментов. Фрагмент менеджер. Так, get fragment менеджер. Мы получаем менеджер фрагментов через get fragment менеджер, и дальше мы начинаем транзакцию. Фрагмент транзакшн. ft-менеджер begin transaction. После этого нам надо эту транзакцию закоммитить. Все очень похоже на базы данных. Зачем так сделано? Почему есть транзакции? Ну, мы можем менять фрагменты непростым образом, добавлять какую-то анимацию, и чтобы вот все происходило одновременно, и смена фрагмента, и анимация сделана так, что сначала идет настройка в транзакции, транзакция коммитится, и уже что-то происходит. Что будет происходить? Ну, в нашей транзакции мы сделаем штуку, которая называется replace. у нас есть RID, firstFragment, у нас есть firstFragment, и мы его заменяем на наш только что созданный secondFragment. и давайте добавим сюда анимацию. В ту же самую транзакцию мы добавляем setTransition, а именно переход. Transition. Что я здесь использовал? transitionFragmentOpen, давайте transitionFragmentTransaction. итак, мы создали второй фрагмент, получили фрагмент менеджер, после этого начали транзакцию, после этого сказали, что мы заменяем в первом фрагменте, а это tagFragment с именем firstFragment, мы заменяем фрагмент на второй, и сказали, что у нас будет переход transitionFragmentOpen, после этого сделали commit, и все должно произойти. Давайте посмотрим, как это выглядит на эмуляторе. Так, переходим на эмулятор. Вот у нас есть кнопка, какой-то текст, и мы теперь видим, что у нас не первый фрагмент, а второй, да еще и с анимацией загрузился. Давайте еще раз запущу приложение. Да, у нас... Так... Да, это получилось не очень красиво, но всем не менее. Так... Давайте теперь перейдем... Да. А, соответственно, в портретном режиме сейчас приложение упадет. К сожалению, чтобы поправить все это, потребуется достаточно много времени. Сейчас этого времени нет. Так... И да. Сейчас этого времени нет, поэтому то, что я хотел сказать о фрагментах, я основные моменты рассказал. У нас есть два способа показа фрагментов, а именно мы можем задать фрагмент сразу напрямую в теге. Мы можем использовать фрагмент manager и уже программно работать с фрагментами. Мы можем создать несколько вариантов нашей XMA-разметки, например, для портретного, для ландшафтного режима. Также там можно делать варианты в зависимости от языка и так далее. Возможностей достаточно много. И фрагменты я рекомендую вам использовать всегда, когда вам надо сделать приложение, которое будет хорошо выглядеть и на планшете, и на телефоне. А теперь перейдем ко второй теме, которая называется Android Support Library. На самом деле здесь у меня слайдов будет не так много, я уже про Android Support Library рассказывал. Я просто покажу, как использовать некоторые возможности Android Support Library на практическом примере. Для этого я создам новый проект. Так, этот эмулятор можно закрыть. Я создам новый проект, который назову support.app и, да, скажу, что у нас он создан для Android версии 5 с API Level 21. Мы создали такой прекрасный проект. Мы будем использовать Material Design. У нас все будет прекрасно. Да, все будет хорошо. Давайте использовать LinearLayout. У нас будет текст, у нас будет edit текст, fill parent, а нет, this, match parent, match parent. У нас будет текстовое поле, wrap content. у этого текстового поля будет hint. Это будет текстовое поле для имейла. И у нас будет второе текстовое поле, допустим, для пароля. Первое текстовое поле, второе текстовое поле для пароля. И нам надо задать, что у нас input type у этого текстового поля будет пароль, текст, паспорт. И давайте мы еще сюда добавим, например, checksbox с текстом в wrap content, в wrap content текст запомнить. и кнопку button wrap content wrap content и также добавим кнопку с текстом войти. Так, посмотрим на то, как все это выглядит. Наверное, сейчас это будет так. У нас есть, а, да, я не поменял, что это linear layout, orientation будет по вертикали. orientation, vertical. И посмотрим, как все это выглядит. Вот наш прекрасный интерфейс. Давайте запустим это приложение на эмуляторе с поддержкой Android 5, 21-я версия. И посмотрим, что это приложение будет выглядеть так, как нам и хотелось. То есть оно будет в таком стиле material design, и все будет нормально. так, приложение запускается. Но тут мы поняли, что много наших пользователей работают на Android 4, много наших пользователей работают на... Ну, не так много, но некоторые из наших пользователей работают на Android 2, и не бросать же их. Вот наше прекрасное приложение. мы можем ввести e-mail, мы можем ввести пароль, запомнить, войти. И тут мы понимаем, что надо поддерживать и другие версии. Что делать в этой ситуации? В этой ситуации мы идем в манифест и такие... А, манифест мы идем потом. Мы идем в Gradle Script и говорим, что вообще-то наше приложение... Мы же ничего не используем из Android новых версий. У нас все должно работать и на версии 7. Допустим. Ну, должно и должно. Но давайте теперь запустим приложение на том же самом эмуляторе. Посмотрим, поменяется ли что-нибудь. Эмулятор версии 21. Вроде бы все так же. Давайте теперь запустим приложение на эмуляторе в... На другом эмуляторе. А именно на... Android, если мне память не изменяет, 2.4, это 10-я версия. У меня тут есть эмулятор с Android 2.4. Запустим на API версии 10. Вот этот эмулятор. Посмотрим, как наше приложение будет выглядеть. Так. Приложение запускается. Запускается. Давайте еще раз нажму запустить. Приложение запускается. Приложение запускается. Yes, yes. На вот этом эмуляторе. И вот наше приложение. В принципе, приложение работает. То есть мы же не использовали ничего, что не работает на Android 2.4. У нас e-mail вводится, и пароль. Но выглядит оно в стиле Android 2.4. что же делать? Если бы мы использовали что-то из Android старше, или если мы хотим, чтобы оно выглядело как в стиле материал дизайна, нам надо использовать Android Support Library. Ответ простой. И давайте я не буду сейчас показывать, как добавлять, например, фрагменты в Android 2, потому что это достаточно простая тема. Надо просто использовать, подключить Android Support Library и сказать, что там один или два класса других. Давайте я сейчас просто это приложение приведу в стиль материал дизайна. Ну что для этого нужно? Для этого нам нужно сказать, что у нас есть зависимость dependency. Давайте я еще раз покажу, что я сделал. Правой кнопкой на приложение Open Module Settings dependencies. У нас есть зависимость от библиотеки до library dependency, которая называется app.compat версии 7. Application Compatibility версии 7. Добавляем эту зависимость, говорим окей. Что происходит после этого? А после этого в наш Gradle скрипт добавляется строчка compile Android Support версии app.compat и так далее. Но этого пока недостаточно. Дальше. Нам нужно пойти в манифест и сказать, что мы будем использовать специальную тему. Тема называется тем.app.compat. Мы используем специальную тему. И последний стрих вместо обычной активности класса Activity мы будем использовать app.compat Activity. Все. Можно запускать приложение. Приложение запускается. Так. Запускается. давайте выберем тот же самый эмулятор Android 2.4. Запустится приложение и мы увидим, что оно уже не в стиле Android 2.4, а вполне себе в стиле Android 5. И таким образом вы можете покрыть с помощью библиотеки совместимости Android Support Library практически все существующие устройства. И не надо думать, что пользователи старых устройств получат опыт хуже, чем пользователи новых. Давайте я то же самое приложение опять запущу на Android версии 5 параллельно. Так. Вот Android 5. Вот Android 2. Вы видите, что хотя, например, клавиатура клавиатура что-то здесь она не выезжает, но ладно, у меня есть клавиатура компьютера. Хотя многие вещи интерфейса типа клавиатуры выглядят по-другому, сам интерфейс выглядит похоже. Учтите, разрешение экрана здесь тоже другое, тоже это важно. Кнопка, например, при нажатии там немножко другая анимация. Естественно, получить Android 5 на Android 2.4 не получится, но чтобы приложение ваше выглядели консистентно и хорошо везде, и также, чтобы вы могли использовать новые фичи, такие как ну, те же самые фрагменты или другие фичи, там, notification с более поздних версий на более ранних, эта библиотека подходит идеально. Итак, мы рассмотрели два важных вопроса, это фрагменты и Android Support Library, и то, и другое используются почти во всех приложениях для Android. Спасибо за внимание. Используйте Android. Android. Продолжение следует...